всем привет ребят сегодня у нас на ремонте карбюратор бензореза партнер к 9 950 будем его разбирать смотреть что с ним снимается он относительно не сложно там должна быть соответствующая отвертка я пользовался вот такого плана битой того чтобы его снять ну и отсоединяем соответственно значит у нас импульсное отверстие подачи по сути больше ничего там сложного нет снимается он относительно легко и тяга также снимается тоже легко снимаем верхнюю крышку откручиваем 4 болта 4 винтика открутили снимаем крышку здесь у нас вот так вот исполнено все немножко грязная мембрана у нас сама значит что мы видим карбюратор сделан в ирландии вот поэтому отнеситесь к нему немножко так скажем так аккуратно потому что здесь все прокладки очень тонкие такие довольно таки тонкие наша задача их снять снимается они аккуратно я использовал вот такой вот метод ну то есть такую вот лопаточку стоматологическую ну и вот таким образом потихоньку сниму сняли мембрану мембрану по внешним параметрам в порядке немножко лепестки отогнуты но можно их немножко взять и согнуть обратно но конечно да при любой такой разборки желательно иметь такой рекомплект прокладок но предположительно думаю что у вас такого не будет ремкомплекта есть только где-нибудь закажите значит снимаем теперь вверх осмотрели принципе все чисто никаких проблем но снимаем вверх тут тоже 4 винтика под плоскую отвертку забыл сказать причина почему разбирая данный карбюратор потому что нет холостого хода значит снимаем верхнюю крышку 4 здесь у нас имеется мембранка пластик и под ней мембранка аккуратно поддеваем вот так вот и аккуратно не спеша снимаем вот она уже подалась так потихоньку по всему кругу проходим снял верхнюю крышку идет она и за счет вот этого выступа довольно таки сложно но выходит постепенно не спеша аккуратно все выходит далее далее снимаем основную мембрану значит мембрана у нас заходит под кромыслом вот этим вот выступом поэтому будьте аккуратны снимайте не на себя потому что можете иголку привести в негодность и не будете знать какой там зазор а именно вот сюда вот в сторону надеюсь понятно почему дальше значит причина я говорю еще раз а значит не было холостого хода или нет значит все остальное трогать не стоит почему потому что этих прокладок это дефицит поэтому скорее всего ничего не найдем поэтому значит наша задача прочистить все же клёра стандарт стандартным образом тем же самым способом до предварительно все отверстия мы должны продукт то есть имеется ввиду что означает продукт это подуть попробовать насколько если где-нибудь клапан или нет то есть мы не знаем что это за карбюратор допустим вот здесь имеется клапан здесь отверстие подзабито ну а основной же клерк газа порядке но все равно я буду выкручивать и чистить чтобы все было как говорится идеально значит предварительно нам надо открутить вот этот же клерк аккуратно открутить значит чтоб его открутить надо вооружиться правильная отвертка иначе вы шлицы сорвете то есть вооружитесь именно той отверткой которая будет минимальное биение иметь и максимально плотно подходить к шлицам и откручиваем с нами ваш наш заклёр значит далее далее мы его прочищаем стандартным образом то есть через то есть через калиброванную проволочку грубо говоря хотя она нифига не калиброванная ну ладно медно закручиваем его в обратном порядке далее проверяем как держит у нас игла устанавливаем туда вот трубочку соответствующую диаметром да уплотняем соединение и дуем дуем не идет теперь и держим на языке или на губе трубку всасывая игла держит в данном случае хорошо этого вполне достаточно можно конечно прибором еще в конце значит далее у нас вот здесь вот в этом месте есть клапан вот здесь холостой ход идет поэтому аккуратно очень сюда устанавливаем трубочку от мс-180 стандартно как я это делал и небольшими рывками да вот ножка не сильно пробиваем у данное отверстие вот таким образом то есть она там разлетится разойдется будет хорошо все значит далее значит что касаемо иголки ну если случайно согнули я правда прокладку не вытащил ну где-то вот прокладки миллиметра наверно 343 миллиметра где-то вот прокладки вот я ставлю карамаса не задеваю вот то есть выше немножко оно должно быть вот так должно входить примерно вот так вот должно быть надеюсь понятно где-то здесь где-то миллиметра 2 здесь это миллиметра 3 вот так что вот это продуваем вот это продуваем выкручиваем если надо меняем иглу или там чистим ее значит я использую стандартно платен клинер и так же прочищаем вот это отверстие все каналы которые у нас вот здесь вот собственно говоря имеются если по возможности конечно меняйте прокладки если такие вот где-нибудь найдете на этом я видео заканчиваю собираем в обратном порядке надеюсь помогло вам